Спасибо большое, Айк Борисович, спасибо, я приветствую всех присутствующих. Как говорится, кратко, сестра таланта, я буду краток. Я родился в Советском Союзе, прекрасно помню это время, и как руководитель политической партии «Голос нации» я глубоко обеспокоен то, что происходит. Мы можем долго рассуждать, исторические факты приводить в пример, но, однако, то, что происходит сейчас, это для нас катастрофично. 2022 год был еще раз доказательством тому, что Союз, наше движение должно полностью еще больше приложить усилия для того, чтобы каким-то образом препятствовать всем антироссийским, антисоветским настроениям в обществе. К сожалению, власть сегодня полностью работает над тем, чтобы в обществе именно те настроения, которые мы пытаемся привести, искать плюсы, и союза с Россией, и вообще все, что происходит, власть делает так, что сегодня это коренным образом уничтожается. Уничтожаются отношения добрососедские, стратегические с Россией. Я слушаю очень много людей, и сегодня никто, особо молодежь, вообще они не понимают, что такое Советский Союз, они не понимают, что такое вообще дружба, да, они видят в России, к сожалению, врага, и это благодаря властям Армении, которые сделали все возможное. И когда мы говорим о том, что давайте создадим совместное союзное государство, со стороны многих людей это смотрится очень непонятно, ну, из серии, что вы несете, какой Советский Союз, какое союзное государство и так далее. Я считаю, что в 2023 году, не дай бог, что случилась война, но мы как движение должны больше усилий приложить, привлечь финансы, привлечь доноров, партнеров, друзей, которые будут финансировать, и чтобы мы как вместе, да, движение двигались вперед, распространение и препятствование всему вот этому антироссийскому, антисоветскому, а в обществе это, к сожалению, очень-очень сильно распространяется, все больше и больше. Айк Борисович, я помню, мы делали мероприятие год назад, да, или в начале этого года, тогда еще были видны предпосылки, что что-то можно людям объяснить, для чего вообще все это нужно. А сейчас проходит время, и мы видим, что власти делают все возможное, и уже говорить о Советском Союзе, о дружбе с Россией, тем более в нынешнее время, где ты пытаешься объяснить, ребята, нет, миротворческий контингент стоит там, и поэтому нас не уничтожают. Ребята, нет, Россия хорошая, ну вот неправильно все говорить. Власть сделала все возможное, что все это искренится, искренилось и продолжает. Наша задача, я считаю, в 2023 году, чтобы наш союз, сильная Армения с Россией, за новый союз, еще больше прикладывала усилия для того, чтобы пропагандировать действительно искреннюю дружбу и уверенность с Россией отношения, да, Армении с Россией. Поэтому я желаю, чтобы 2023 год для нас был гораздо плодотворнее, и гораздо усердно мы должны работать, чтобы все это каким-то образом вывести на абсолютно другой уровень. Благодарю за внимание.